Фрестдак.ру представляет Шея не дает коробочек Артем, на массаж приехал или на тренировку? На массаж. Двухнедельный массаж у меня. Каждый день. Исключительно только Мажиду? Только Мажиду я себе доверяю. Только Мажиду руки я могу. А так другим не иду никогда. А если серьезно, где пропал? Тебя только в немецкой лиге видно, на турнирах не борешься. Как себя чувствуешь? Ну, пока в немецкой лиге. Потом дома буду бороться. Когда дома не получается, там приходится бороться. Что делать? А на Эргинске готовишься? Да, да. Готовлюсь. Ну, пока, конечно, еще точно не сказали, кто попадает. Списки скоро придут. Но я готовлюсь. Я видел в Инстаграме, в социальных сетях визит к доктору. У тебя была травма? Залечивал? У меня травма и сейчас тоже есть. У меня с шеей проблемы, с плечом проблемы. Вот из-за этого сегодня не тренируюсь вечером. Утром опять потянул плечо немножко. Сейчас пару дней отдохну. Потом с понедельника, думаю, нормально будет. Ну, эта шея, по-моему, старая история еще у тебя? Да, да. Это старая травма. Там грыжа у меня. Три грыжи на шее, поэтому так. Ты искустор. Первая неделя подходит к концу. Сегодня день схваток. Утром мы провели по две схватки. Сейчас вечерняя часть и две схватки. Сегодня такой определяющий день того, как прошла неделя, в каком состоянии команда, как себя чувствуют ребята. Я сегодня могу сказать, что удовлетворительная вся команда. Если взять от всех, есть ребята, которые не будут бороться на ригинском турнире. Это первые номера. Их еще форсировать, им рано. Поэтому они в таком, можно сказать, самостоятельном режиме работают. Нагрузки особо нагрузок таких не дают. А те ребята, которые знают, куда они готовятся и чего от них ждут, они сегодня, я так считаю, по плану нормально. Но, можно сказать, не такой идеальной форме, которая должна быть. Но еще у нас есть впереди неделя. Самое главное, чтобы не было травм серьезных. И, я думаю, все будет начало хорошо. Ну, насколько я понял, чемпионы мира бороться не будут на ригинском. А кроме них, кто еще будет отсутствовать из лидеров первых номеров? Ну, пока мы никто не знаем, да, кто будет, кто не будет бороться. Во-первых, потому что мы знаем, что только наши там первые номера, чемпионы мира не будут. Самое главное, каждый человек из них понимает, что он в любое время, чтобы выйти, побороться, он должен быть готов. Независимо от того, что ты был чемпион мира или освобожденный от турнира. Поэтому иногда вот такие слухи, она расслабляет спортсмена. Это очень плохо влияет на всю команду и результат. Но, к сожалению, сегодня нету такого определения конкретной, кто освобожден от чемпионата и оригинского турнира. И что предстоит после оригинского турнира, каков будет отбор к чемпионату Европы. Ну, поэтому, конечно, сложно, да. Сложно говорить о тех, кто будет и не будет. Но, в первую очередь, не будут бороться те ребята, которые серьезные травмы, которые еще не долечили травмы. А те, которые боролись в прошлом году на чемпионате мира, кроме чемпионов мира, все будут бороться. Кстати, о травмах. Ахмед Гаджу Магомедов долгое время залечил травму. И вопрос по нему, будет ли он бороться на и оригина. И в какой категории, если да? Ну да, основной у нас тоже это очень большой вопрос. И на этих сборах ребята некоторые получили травмы, да, которые уже, так же, Бадрудинов, Тахтаров, они, я думаю, пропустят этот турнир. Также под вопросом Гаджи Магомеда Ахмеда, о котором вы говорите, о котором мы давно ждем уже на ковре. К сожалению, у него очень серьезная травма. Он перенес операцию. И после этого никак не может восстановиться. И все время она его беспокоит. Ну, надеемся, что к и оригинскому турниру он будет готов и выступит на этом турнире. Пока рано о нем говорить. С ним вопрос будет решен уже на следующей неделе. И если уже нет, то, я думаю, в ближайшие турниры после и оригинского он уже будет принимать участие. Он стартовать будет в своей же категории, 79. Ну, естественно, он будет 79 бороться. Мы его взвешивали, у него небольшой вес. Поэтому и с такой больной ногой, и тем более, мы понимаем, он давно уже не боролся, не получал те нагрузки. Поэтому тоже смысла нету 80 сейчас переходить. И я думаю, это просто такая будет ошибка тренерская, если мы его сегодня переведем. Ну и заключительный, наверное, вопрос. Вопрос про Беляла Махова. Ну, Белял – это уникальный человек, да, я не скажу спортсмен даже. Это уникальный человек, столько воли, столько желания, стремления, труда. Какого-то человека, никого я не видел. Поэтому он интересен, он какими-то выступлениями, вот Алроса выступил, какими-то заявлениями он не дает утихнуть интригам и интересу того, чтобы посмотреть его появление, его там серьезному турниру, серьезными соперниками. И поэтому, я думаю, в Красноярске мы его не увидим, потому что у нас в тяжелой весовой категории нет лицензии еще. У нас нет права выступить на Олимпийских играх. Поэтому, я думаю, самое важное для страны, для команды, чтобы эта лицензия у нас была. А я думаю, такая миссия будет возложена на него, и он, иншаллах, справится с этой. А потом уже будет борьба за место сборной Олимпийской, потому что там тоже есть неплохие ребята. А Белял, естественно, мы в нем никогда не сомневались и не сомневаемся, что он может сделать и отдать все, все свои силы для того, чтобы обрадовать нас, наших, своих зрителей, и достойно выступить на любых соревнованиях. Обычно он прибывает, тренируется с командой, бывает в сборах. А так он находится сегодня в Москве, ему более комфортно и удобно. Там тоже есть все условия для этого, особенно самое главное, есть, как он говорит, спарринг-партнер. Поэтому, а он человек уже профессиональный, и поэтому он там находится. И уже более-менее конкретно, уже когда будет готовиться к турниру, он уже будет со сборной командой, место находится, проводить сборы. И по-другому нельзя. Надо, ты, чтобы был в обойме, ты, чтобы был на ковре, и только так будет результат. Сабиб, укуси его за ногу, укуси, укуси. Болевай, 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 не считай. Болевай, болевай. Давай, 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 надо успеть. Эльдар, сначала тренер, потом ученик, напал, что они хотят. Укуси, 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 укуси. Укуси, 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 укуси. Это мой тренер. Кубан Али, видел, как поймал на хитрости? Да, да. Это им коронка. Хитрости. Сегодня пятница, довольно много болельщиков сегодня пришли, потому что спаточный день. Такое экзотическое государство, как Бахрейн у нас на сборах. Куда готовишься, Гаджи-Бахрейн? Я на чемпионат Азии, иншаллах. Сначала на чемпионат Азии, потом на лицензионный. Давай поблагодарим наших болельщиков. Особенно вот здесь есть наш брат Нур Махмад. Сегодня разминка короче, чем обычно, как традиционно это происходит, потому что сегодня спаточный день. Так называемый. Сейчас будут учебно-тренировочные поединки. Внимательно. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Это радует. Давай, давай. Давай, давай, давай. Вот и завершилось. Тренировка в пятницу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сегодня увидим, как все здесь организованы и сделаны, я хочу сказать, я вам завидую, ребята, завидую хорошим мыслям, потому что эти условия раньше не были. Но я хочу сказать, сегодня шатаны рыдают. Мы вместе, Дагестан, дагестанцы, это многоноциальный народ, я хочу пожелать отца Дагестана, отца горца, вашим родителям, всех благ, родные, близкие, сказать вам, вместо месила. Удачи вам! Спасибо.